МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отпустили, что ли? Типа того. За что сажали? Беспредел. Мой брат тоже по беспределу сидит. Жену побил. У нас это нормально. А соседи ментам настучали. Жена теперь передачи носит. Следоку говорит, не надо сажать. А он закон такой, значит, будет сидеть. А семью кто кормить будет? Какой тут закон, а? Беспредел. Куда дальше ехать? Ну, а куда мужику после тюрьмы хочется? А? Конечно, к бабам. Только это, я же не могу так поехать. Турмой пропах. Так что останови-ка около какого-нибудь крупного магазина. Я переоденусь. На стол что-нибудь куплю. Цветочки, шампанское. Сделаем. Отлично. Так, полчаса мне хватит. Держи, это за простой. Я скоро. Жду. Офис Егонча-1. Объект зашел в торговый центр. Один вышел из машины. Идет к водителям. Ну что, куда он селился? К бабе собрался. Пошел купить там вино, фрукты, там шмотки поменять. Говорит, тюрьмой пропах совсем. Что-то так тюрьмой пропахнуть. Нужно не два дня, как он. А минимум две недели в тюрьме отсидеть. Туф-туф, он тебя втюхал, а ты повелся. Тебе не людей, а овец спасти. Чурка хренов. Сиди спокойно в машине, без тебя разберемся. Похоже, подставной водила. Быстро за ним. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Гончий-1, я Гончий-2. Тут еще какой-то клоун нарисовал цех. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 И что дальше? Тебя пасут. Сам видишь, не слепой. Это все? Люди-змеи. У них есть приказ взять тебя живым. А у тебя приказ взять меня мертвым? Я могу помочь свалить тебе из города. Что прилагаешь? У меня со стороны припаркована машина, черный джип. Номер 507. Давай сделаем так. Не надо. Иди, жди меня в машине. Я скоро буду. Все, вали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да. Мы его. Он ушел. Ну что, котята, обделались? Он через вентиляцию в туалете ушел. Она черт ли знает, куда может выездить. Да-да-да. Без женщин жизнь скучна, без дураков невыносима. Ладно, расслабьтесь. Что бы вы без меня делали? А это что? Ничего, а кто? Клиент наш. Сейчас выйдет с другой стороны. О. Сейчас мы его домой бремем. Да нет. Подождем, пока убедится, что ушел, расслабится, а тут мы его и нахлобучим. У него жучок, да? Да-да, жучок жучок. А где? А ты подумай. А-а, понял. Понял. Не такой уж ты безнадежный болван, Жамал. Кино смотрю. Ну, это ты молодца. Офис Е. Гончий-1. Они его упустили. Уезжают. Гончий-1 за ними. Гончий-2 к служебному входу. Гончий-1 принято. Гончий-2 принято. Гончий-2 принято. Твой мужик-то откуда? Оттуда. Где выход? Там. Офис. Я Гончий-2. Объект вышел со служебного входа. Хвоста не было? Вроде оторвался. Береженого Богу бережет. Объект потяжелел. Сел в черный джип. Давайте за ним. Вы кренделя выписывали, да? Глянь. Это он, типа, от хвоста отрывается, да? Пускай и побегает. Нам за ним гонять по городу Резона нет. Держись поблизости. А когда его паковать будем? А ты что, думаешь, это так легко? И с Крестовцем ходит, будто он на разборе у Расписного самого Зефира и двух его пристежных веером разложил. Прямо на разборе? А куда ж Расписное смотрел? Значит, по теме он их раскатал. Если сам Расписной не вписался, а? А? Что ж получается, Тихон? Значит, мы сейчас правильного пацана гостить едем? Как-то не по понятиям, а? Я согласен. Это же беспредел. Так, слушайте, заткнулись оба. Хорошо, ходите по понятиям, я вам объясню. Ты что, Волода, забыл, как ты в Иванове на Мавалеткиной косаре делал? Или ты тогда не знал, что тебе по понятиям причитается? А ты, Фома, забыл, как ты из тульского изолятора по колену в одном дерьме сматывался? Через канализацию. Кто ты после этого? Чушкан, парашник или пацан нормальный? Чего я не слышу? СМЕХ Ты это что скалишься, Буратино-хренов? Напомнить, откуда тебя вытащили? А что я Буратино-то? Да потому что ты чурбан. Что, сказать при всей честной братве? Не надо. Да ладно, Тихон. Хорош ты на пацанов знать. Будет. И запомните, понятия толкует не тот, кто прав, а тот, кто имеет право. Ясно? Угу. А куда это мы? Тебе же поездом нельзя. Самолетом тоже. Люди-змеи кругом. Да и менты тебя ищут. А змей это тот, в чей бизнес мы влезли? Сам догадался. В СИЗО подсказали, на разборе. Да, с Расписным тебе круто повезло. Но он человек старой закалки. Перед змеем бисер не мечет. Судит по закону. А ты, значит, решил сэкономить и нас под раздачу подставил? Ну и кто ты после этого, по вашим понятиям, крыса? Вы придержи метлу. Я что, для себя, что ли, стараюсь? А ты за дорогой смотри и скорость сбавь. А ты не мечти меня, как машину водить. А что ты разорался? Зачем меня лечишь? Я тебе не первоклассник, чтобы мне про понятия рассказывать. А это ты его не ему объясни. Накарков! Если что, скажем, что мы с тобой родственники. Ага, брат-близнец. Сейчас я разрулю все. Капитан Диев, куда спешим? Документики. Нарушаем. Извини, командир, увлекся. Готов искупить. Крови? Почему крови? Зеленью. Укроп, петрушечка, кинза. Там в документах все написано. Не нарушайте больше. Счастливой дороге. Сука! Это вы кому? Это я так, себе. Слышь, ты-ка, глянь. Походу, с колеса сошел, на двоих ж кандыбает. Надо брать. А кто его паковать будет, если он такой крутой? Да я его один сделаю. Разрешу. Да, его не делать, его брать надо. У тебя на это ума не хватит, чурбан. Да? А у кого хватит? Алло. Да, это я. Слушай, дело есть. Подруливаю в центр. Сейчас мне можешь ничего не говорить. У тебя на лбу все написано. И не сопи мне тут, как быть перед случкой. Накосячил. Будешь отвечать. Все, братво, подставил! Его люди змеи пасли. Да! А я его выдернул. Да? Я думал, что он поведется. А, да. Отвезу его на хату, а там уж наши пацаны ждали. А с какой радостью он должен был тебе поверить? Если ты его хотел на тот свет отправить, ты бы сам повелся? Он просто отыгрывал тебя по полной программе, пока ты ему был нужен. Молодец, вояка, молодец. Лохов надо учить! Алло. Здравствуй, Мишаня. Чем обязан такой чести? Сам змей мне звонит. А, ну, ты знаешь, я не люблю погонял. Давай соблюдем, полиэтесс. Давай. В общем, повидаться надо. Есть темка, перетереть. Подскочишь? Чем скорее, тем лучше. Для кого скорее, для кого лучше? Для тебя, родной. И скорее, и лучше. Так что давай. Давай, вставляй весла и греби сюда. О, как бы я тебя вставил. К кому вставил? А может, ему труп отдать? Угу. Чей труп? Чей, чей твой, конечно. Да ладно, ладно. Пока этот вояков в бегах. Все его предъявы, понты големы. Как говорят менты, нет доказательной базы. Так что, живи. Пока. Оттой! Оттой, сволочь! А-а-а! Держи. Спасибо. Слушай, ну, ты герой прям какой-то Бэтмен. Вот козел ремень порвал. Эта сумка 500 баксов стоит! Нет, ну вот погуляла-то, а! Приятного аппетита. Что? Как? Да все в порядке. Держу под личным контролем. Там это, господин Барков прибыл. Прибыл. Ну, для кого господин? А для меня васота приблотненная. Для меня он прыщ с бугра. Так. Пусть вползет. Все, кайфуешь? Может, меня? Позже угостишь. Для начала. А чего ж не угостить? Угощу. Вот, пока тебе одна сладенькая. Изучай. Это? Да, да, да. Да. Изучай, изучай. Вот особенно, где подчеркнуто. Здесь. 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 Да ну, тут та все. Никакого товара я бы от тебя не заказывал. Из этой параши этого не видно. Ни курьер, ни водила показаний не дают. Да. Все это похоже на ментовскую прокладку. Вот и все. Наш, чтобы стравить. Да, да. В этом регионе это мой бизнес, Мишань. И ни одна сделка не обходится без моего ведома. Понимаешь? Нравится тебе это, не нравится. Но так было, так будет. И не тебе это менять. Я не отказываюсь. Я не хочу ничего менять. Меня абсолютно все устраивает. Хорошо. Ментовская прокладка, говоришь? Может быть. А если нет, то тогда два варианта. Либо кто-то крысит из твоих, либо, может, ты мне здесь мозги подришь, Мишаня, а? А ведь тогда, Мишаня, это предъява и штрафные санкции, ну, на первый раз. Для таких предъяв нужны серьезные доказательства, Витя. Да, конечно, мы же не менты. Мы не менты, мы словосводящим. Если предъява, то будут серьезные доказательства. Вот когда будут серьезные доказательства, вот тогда ты мне и позвонишь. Вот тогда ты мне только позвонишь. Да, да, Мишанечка, да. Что, курьер? Ведем, контролируем. Передай Тихону, чтобы быстрее. Да, и он мне нужен живым и относительно здоровым. Пусть попридержит своих головорезов. Товарищ генерал, разрешите доложить? Ну, давай, докладывай только быстро. Через десять минут в совещание у первого зама. Ну, все в норме. Курьер освободился, обнаружил хвост за собой. Ну и пошел в отрыв. Ушел? Ну, это смотря от кого. Смотри, не пережми ситуацию. Это то и как ювелирно надо. Ну, как думаешь, когда будет первый результат, туда что докладывать? Я так думаю. В ближайшие часы уже будет ясна ближайшаяся перспектива. Ну, как-то так. С таким докладом наша с тобой перспектива прояснится гораздо раньше. Минут через двадцать. Ладно. Сам где? Да сидит в кафе с девушкой. С какой девушкой? Случайный контакт. Ты следи, чтоб я разгулялся. Девушка у него. А у нас дело. Я после совещания ему сам позвоню. Свободен. Есть. Ну, после свадьбы, конечно, грех было жаловаться. Мамашка его расстаралась, квартира, машины две. По курортам ездили постоянно. Правда, учебу пришлось броситься, и это так любимый не стояло. Ну, вот спустя пару лет, как розовая пленочка-то с очков пооблезла, я и поняла, в какое болото попало. Подумала и решила, не, нафиг, нафиг, это баста, эту семейную жизнь. Хорошо, что еще до детей дело не дошло. Ну, в общем, собрала вещички, подошла к своему экс-супругу, сказала good bye, my love, good bye. И вот, как видишь, наслаждаясь жизнью в полной мере. Ну, а квартира, машина. От хорошего отвыкать трудно. Да, о чем? Ты подумал, что я от него уехала, да? Нет, 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 это я его вещички собрала, аккуратненько в машинку сложила и отправила к мамашке. Ты прав, от хорошей жизни так тяжело отвыкать. Да я и не собираюсь. А если его мамаша в суд подаст? Знаешь, мне так чихать на ее мамашу, я ей за свою норку такое устрою. Ой, извини. Да? Привет. Что? А как скоро это нужно сделать? Поняла. Угу. Ну все, давай пока. Что-то серьезное? Да так, по работе. А что за работа? На побегушках оплата издельная меня устраивает. Ты что-нибудь еще будешь? Ну, тогда поехали. Че вылупился? Сам же сказал, родственников нет, остановиться негде. Поехали. Куда? Как куда? Ко мне. Должна же я на свою сумочку с тобой рассчитаться. У меня, между прочим, там деньги, документы и все такое. Да не бойся, твой статус останется в целости и сохранности. Треть. Если ты, конечно, захочешь. Поехали. Ну, поехали. Пойдем. Офис Ягончий-1. Объект с контактом вышли на тропу. Ведем со средней дистанции. Что с соседями? Пока чисто. Не появились. Офис Ягончий-2. Объект и контакт вошли в нору. Адрес фиксируем. Соседи. Не появлялись. Сократить дистанцию. Усилить наблюдение. Вас понял. Ну, вот мы и пришли. Заходи. О, это и есть твоя норка? Нет. Скорее, гнездышко. Уютное? Да. Заходи. Не разувайся. Не надо. Заходи. Смотри, отдыхай. Располагайся здесь, как хочешь. Мне еще по работе нужно. И это, я тебя закрою. Хорошо, на всякий случай. Хорошо. А ты надолго? Не успеешь соскучиться. Кстати, можешь приготовить ужин. Здесь есть все продукты. Пиво. Минералка. Ну, я пошла. Давай. Не скучай. Гончий-1, я Гончий-2. Контакт вышел. Объект остался в наряд. Вижу. Ждем. Я возле дома. Можете подъезжать? Нет, я думаю, это ненадолго. Так что давайте быстрее. Все, жду. Рад! Рад! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Егор! Ты как, все в порядке? Практически. Что это было? Тетраксин. Паралитический яд. В маленьких дозах практически безвреден. Добывается из морского иглобрюха. Из кого? А это я тебе потом расскажу. А за ужин? Спасибо. Красиво. Слушай, ты... Что ж ты, брат, за простой заплатил, а за дорогу не рассчитался? Извини, забыл. Слушай... Совсем память плохую. Но ничего, мы это быстро лечим. Правда, Лариска? Хочешь фокус? Смотри. Хорошие штучки. Как у шпионов. А это будет компенсация за моральный ущерб. Это мои машины. Ты бы лучше у нее работать получился. Так. Вроде он чистый. Надо его потихоньку в машину перетащить. В ковер завернем. Нет. Освежите его и рот заткните. Потому что действие препарата заканчивается, а у меня больше нет. Я все бутылки от дома зарядила. Вот так. С гарантией. Зачем препарат? Не надо препарат. Ну что, товарищ генерал, жарко было у первого? Да нормальная рабочая атмосфера. Не интересовались? На твое счастье. Ну чего там? Ну что, взяли нашего курьера. Девочка оказалась отставной. Красиво они его отработали. Где он теперь? Обрабатывают. На одной из своих явок. Выбивают информацию, которую не смогли выбить в СИЗО и в крестах. Думаешь, это те, кто нам нужен? Уверен. Остается выяснить, кто ими руководит, и поставить жирную точку. Смотри, чтоб не получилось многоточие. Будем стараться. Ты кто? Я Тихон. Это Джамал. Хочу, чтоб ты ответил мне на несколько вопросов. От твоего откровения будет зависеть, будешь ты жить дальше или нет. Спрашивай. Первый вопрос. Откуда груз? С одного склада на Северном Кавказе. Там в прошлом году пожар был. Понятно. Значит, вы со своими корешами в склад раздербанили. Потом решили с еды замести. А что так тянули с реализацией? Клиенты искали. Вопрос второй. Кто покупатели? Баргасовский. Как на них вышел? Случайно. Один из наших поехал в Египет отдыхать. Там познакомился со днем. Выпили пару раз. Слово за слово. Понял, понял. Значит, если человека увидишь, сможешь его опознать. Это смотря где. Ладно, давай, не переигрывай. Понятно, что не в суде. Что я с этого буду иметь? Жизнь, придурок. Так я что, решил разговаривать? Извини, пожалуйста, небольшие проблемы. С дисциплиной. Давно политзанятия не проводил. А-а-а. Тоже вояк. Угу. Оттуда. Ну что, Егор Сергеевич, значит, от своих слов не откажетесь, и человека сможете опознать. А у меня что, есть альтернатива? Не-а. Ну, ты ли-или. Ну, вот и славно. Молдай. Да, Джамал, развяжи его. Ларис, а ты приведи его в порядок, чтоб он потом не предъявил, что мы эти показания с него выбили. Ты, кстати, сиди спокойно, скоро поедем. Да. А ты, Джамал, ты, кстати, верни ему котлы. А то взыщу за мародерство. Ну, сейчас тебя подкрасим, подправим и сделаем из марчка-боровичка. Только сиди, пожалуйста, и не дергайся, хорошо? Так. 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 Понял, отлично. Ждите указаний. Он готов подтвердить лично. Сейчас его приводят в порядок. Я же просил аккуратней, а. Будем надеяться, что мозги и язык у него остались целы. Алло, Мишаня. Да, привет, привет. Ты, помнится, просил веских доказательств. Так вот, они у меня есть, Мишаня. Жду тебя срочно. Только обязательно прихвати, вот внимание, всех своих мальчиков, которые за последний год отдыхали в Египте. В Египте, в Египте. Да. И только всех обязательно. А то нехорошо получится. Жду тебя с нетерпением. Змею только что звонил. Они нашли доказательства. И, ну, все-таки поймали твоего вояку. Что теперь со мной будет? Змею выдашь? Та! Нужен ты ему, как кобыль и гульфик. Ему нужен я, чтобы меня мордой в навоз ткнуть, и чтобы все при этом знали. Так что… Наложи шраф. Твою экзекуцию оставят на моё усмотрение. Мою чего? Твою экзекуцию. То бишь, телесное наказание. Давай готовься. Бить буду долго. Ну, аккуратно. Слушай, может, я тогда вообще не поеду? А, нет. Змею. Это не проходит. Выбирай. Что будет опознавать этот вояка? Вот это мурло? Или тело? Твою экзекуцию. Слушаю, полковник. Они выдвинулись, товарищ генерал. Курьера везут с собой. Ага. Думаешь, настал момент истины? Пока такие выводы делать рано, но похоже на то. У тебя все готово? Так точно. Жду сигнал. Ну, что ж, ни пуха, ни пера. К черту. Офис Ягунчий-1. Объект прибыл на место. Вошли на адрес. Офис Ягунчий-2. Статисты тоже на месте. Офис Ягунчий-2. Офис Ягунчий-2. Вот он. Вот тебе, Мишаня, главное доказательство. И чего? То есть, если, значит, этот фраер будет мнать на кого-то из моих людей, я что, должен буду ему поверить? Не вложи, Мишаня. Ты же знаешь, я на гнилые подставы не размениваюсь, да. У меня и материалы по его делюгии есть соответствующие. А если хочешь, могу ростовскую братву подбить, чтобы узнать, кто из твоих там ошивался. Да надо ли? Да. Ладно. Только, если он мне туфту будет гнать, отдашь его мне. Лады? Сейчас, как же. Разбежались. Отдашь. Вот сюда, сюда, сюда. Вот, пожалуйста. Можешь поближе подойти. Ну, тебе ж сказали, подойди поближе. Ну, смотри, смотри, говори. Да вот он. Зовут Кутеп. По крайней мере, он так представился. Кутеп, выйди. Он правду базарит? Уберите это, падла. Свободная. Бойцы, на выход. Не торопись. Разговор с тобой еще не закончен. Значит так, с человеком своим разберешься сам. За его самодеятельность, конечно, штраф. Сколько? Посчитаем, разберемся. Свободен пока. Станиславский. Еще бы слезу пустил. Я могу проследить. Если они этого Кутепа не накажут, можно предъявить постанову. Не надо. Не надо. Сейчас у Баркаса и так полные штаны. Зачем загонять его в угол? Загнанный человек, даже самый ничтожный, опасен. А вот сделать так, чтобы об этом узнали все, надо постараться. Сделаем. А с этим что? Иди сюда. Это моя земля. В этом регионе никто без моего ведома не сможет ни купить, ни продать даже рогатку. Сейчас ты нам расскажешь про своих корешков вояк. То есть, ты думаешь, что мои ребята не смогут развязать тебе язык? Задолбаются. 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 Но смогут. Но смогут. Ладно. Тогда давайте договариваться. Нам все равно, кому отгружать. А. Тоже вариант. А много? На пару дивизий хватит. Здесь в Питере у нас еще один брус. В смысле? Ну, в смысле, в прямом. Эти же обещали забрать у нас все. Поэтому мы заранее привезли сюда еще одну партию. На всякий случай. А, оперативно сработано. Ну так, кто на что учился. А там что? Ну, в знаменом легкое стрелковое, гранатометы, стволы. Пять тысяч единиц. Пять тысяч единиц. Пять тысяч единиц. Сколько? Пять тысяч единиц. Так. Ты что, смеешься? Ладно. Тогда товар против денег. Само собой. Само собой. Возьмешь наликом. И лично эту ситуацию проконтролируешь. Свободны пока. Пять тысяч единиц. Это ж… Эй, эй, ты че? Условный знак. Это че за руина? Это бывший завод. Ну и где? Туда. Там туда. Сначала посмотрим товар. Смотри. Стоять! Стоять! Куда они? Стоять! Стоять! Руки в коры! Стоять! 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 Военный! Хорошо бегаешь. Откуда менты не спрашивают? Это второй вопрос. А первый? Бабки сам отдашли. Как? Фу! Или как? Ответ на первый вопрос, я так понимаю, уже не нужно? Стоять! 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 Это какая-то ошибка! Я буду жаловаться, это провокация! Да что ты говоришь? Ты здесь оказался случайно? С чемоданом денег и полным ангаром оружие! Кстати, все ваши действия и разговоры записаны. Так что, прежде чем ляпнуть, перетруй база! Где этот с чемоданом? Давай, 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 уйти! Один из них он! Грузите! Слушаю! Товарищ генерал! Да! Все закончили! Взяли с поличным! Главного установили? Так точно! Некто Зуев! Но я думаю, он уже в курсе и обложился адвокатами! А вот это забота следствия! Мы свое дело сделали! Канал обнаружен и перекрыт! Что с курьером? Ушел! С деньгами! Красавчик! Ладно, заканчивай! А вы ко мне на подробный доклад! Есть! Давай! ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло, Феликс, это Юрий! Есть Дэй Маркин на футбол в субботу! Жду до завтра! Привет! Как ты тут без меня? Сейчас позавтракаем! Малинин, ты свинья. Я два часа из-за тебя торчала на гостинке. А ты просто свинья. Не звони мне больше. Все, пока. Привет, пап. Мы с классом в Новом город едем на три дня. Мама говорит, чтобы ты дал денег. Там немного. Все, 10 тысяч. С уважением, твой сын Ярослав. Господин Малинин, это из инвесткредита. У вас просрочка очередного платежа. Не могли бы вы перезвонить в любое удобное для вас время? Елик, сынок, это мама. Ты помнишь, что завтра тетя Люба переезжает на дачу? Ты обещал помочь с переездом. Целую. Ку-ку. Здорово. Здорово. Проходи. Сейчас кофе попьем. Слушай, один все-таки ушел. Ну, тот, что увез тебя от СИЗО. Да нет, не ушел. За котельной лежит. Ну, да. Да. Так, наверное, уже нашли. Наверное. Надо сообщить линейный, обрадовать, что это наш жмурик. Сообщи, обрадуй. Только в рапорте об этом ничего. А что с главным? А что с главным? Дело возбуждено. А посадят или не посадят, я не знаю. Это как следствие сработает. Там же адвокаты налетели, что твои мухи на говно… Ну, не к столу будет, конечно, сказано. Ну, ладно. С возвращением. Кулинар. О, тогда рокировочка. Часики отдай. Мне их сдать надо. Да-да. Честно говоря, когда меня в тюрьме окрестили кулинаром, думал, все, провал. А оказалось, просто совпадение. Так, может, сменить псевдонимы? Да нет, не стоит. Начнутся опять формальности. Да и привык уже я. Действительно. Ну, откуда царапины на корпусе? Ты когда научишься бережно относиться к казенному имуществу? Все, не пыли. Они туда жучок свой вставляли. Поэтому к ним все претензии. Угу. Не сдавать еще. О-о-о. А. Деньги все на месте. Завтра с рапортом сдам все под расписку. Извини, должен проверить. Ну, что, часики-то отработал. Как назовем этот натюрморт? Закуска по-крестовски. Джаги-то отработал. Деньги. 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 Субтитры создавал DimaTorzok